Вторую по величине авиакомпанию России ТрансАэро сегодня в любой момент могут объявить банкротом. Она накопила долгов на 250 миллиардов рублей. 1 сентября власти приняли решение спасать ТрансАэро, продав 75% акций Аэрофлоту за рубль. Но акционеры ТрансАэро не смогли уложиться в сроки сделки и к 28 сентября необходимый пакет акций не собрали. Уже бывший гендиректор авиакомпании Ольга Плешакова говорил, что согласия на сделку не дали банки, у которых находится более 25% акций ТрансАэро. Теперь одним из вероятных исходов является банкротство. Об этом накануне говорил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Такого же мнения, по данным источников Интерфакса, придерживаются и в Аэрофлоте. Между тем, деятельность ТрансАэро сейчас на грани остановки. Сегодня из Турецкой Анталии три чартера ТрансАэро вылетели с большой задержкой. Сообщается, что после всех последних негативных новостей, аэропортовые службы потребовали от компании оплатить сразу все долги. В Российском Союзе Туриндустрии опасаются полной остановки ТрансАэро в ночь на 2 октября. А накануне Росавиация направила компанию Телеграмму, предложив прекратить продажу билетов. Окончательное решение должны принять сегодня на совещании у Дмитрия Медведева. И самым вероятным его исходом называют все-таки банкротство ТрансАэро. Субтитры создавал DimaTorzok